Новация рождает не только прогресс, но и технофест. В Иваново съехались 360 школьников из разных городов России. Все любители технического творчества. Состязания проходили весь апрель. Было 15 номинаций. Ребят от 7 до 18 лет испытывали на инженерных проектах, в управлении беспилотным транспортом и в робототехнике. С каждым годом фестиваль становится более масштабным и более интересным. И добавляются все новые и новые номинации, которые интересны в плане технического творчества. Уровень подготовленности детей разный, поэтому задачи ориентируем на средний уровень, чтобы ребята могли справляться и чувствовать себя уверенно. В этом кабинете вовсю кипит работа. Участники выполняют задания в номинации «Робот в мешке». За два часа им предстоит собрать и запрограммировать три разные модели. Это кран. Он должен поднимать три груза, и когда он все это поднимет, он должен сказать «Готово». Расскажи мне, зачем ты занимаешься робототехникой, какие планы у тебя на будущее? Ну, стать хорошим робототехнистом и быть тренером в робототехнике. Хорошими робототехнистами, пожалуй, мечтают стать все участники технофеста. Занятие это сейчас популярное. В одной только новации – полторы тысячи воспитанников. А здесь атмосфера нервная, адреналиновая. Идет обкатка новой трассы экстрим-трека. Задания ребята получили за несколько месяцев до старта. Им нужно было собрать вездеходного робота, который преодолевает полосу препятствий. Кто-то выбрал гусеничный механизм, а кто-то колеса, да побольше. И не прогадал. Робот Боря прошел трассу легко, даже не понадобилось отведенных по регламенту трех минут. Создали вездеходного Бориса ребята из новации. На разработку ушло два месяца. Управлять роботом можно через приложение на смартфоне. Основано это все на Ардуино Мега. И внутри три контроллера Моторшелда. Думали, что будут трудности, но, видите, он проехал. В итоге мы снесли там пол. Да. Пол трассы. У всех участников по две попытки. После первой модель можно доработать, усовершенствовать, исправить баги и штурмовать полосу препятствий снова. Поле изначально планировалось как модульное, чтобы была возможность пересобирать его конфигурацию для каждого отдельного соревнования. Конечно, сейчас мы заметили, что более тяжелые роботы его немножко ломают. Сейчас мы его доработаем в течение этого года. Я думаю, в дальнейшем это станет общее областным соревнованием с большим количеством участников. В номинации «Экстрим Трек» шесть победителей. Призы им вручают представители регионального оператора связи компании «Интеркомтел». Дарят полезные подарки – мониторы, наушники, внешние жесткие диски. Юным техникам точно пригодится. Компания «Интеркомтел» поддерживает такие площадки, где талантливые ребята получают возможность пробиться наверх, научиться получить необходимые инструменты и достичь определенных целей. Для начала это небольшие награды пластиковые и какие-то приятные подарки. А в будущем, в жизни, это выльется в конкретный результат, в высокую зарплату, хорошее положение общества и так далее. В мае в «Новации» пройдет IT-фест. Соберутся ребята постарше и со скиллами покруче. О них эти школьники, но уже специалисты в программировании в различных средах, создании виртуальной реальности и системном администрировании. К таким работодатели выстроятся в очередь.